всем привет это канал вижу с удовольствием меня зовут елена сегодня у меня такая интересная тема как утилитарные рукоделия если вам тоже интересно такая тема то присоединяйтесь я тут занимаюсь пошивушками уже довольно давно все мое время занято двумя такими процессами которые я шью вот это вот у меня плед из старых свитеров которые уже не носятся вот тут вот одна такая кофточка у меня которую я вязала сама но не могла и носить потому что она была очень колючая а выбросить не было очень жалко меня вот она сюда ушла вся до единого кусочка даже я составляла вот такие вот квадратики из нее есть квадратик вообще полностью из обрезков составлен мне просто не хватало поэтому мне пришлось тут достаточно так помудрить два детских свитера у меня сюда шарф вот такой старый который перекидывала с места на место и выбросить жалко и куда-то там в общем вот такой способ мне очень понравился за сзади она выглядит на ночная сторона выглядит вот так ну в общем пока что меня все устраивает вот такой у меня получился плед из разных трикотажных изделий которые уже никто не носит у нас дома я просто за разумное потребление не понимаю зачем я буду покупать какую-то новую вещь если я могу сделать из того что у меня есть дома равноценную вещь вот немножко поработав и мне окажется на помойке еще лишний пакет с одеждой я последнее время наблюдаю сколько выбрасывается одежды я прочитала что производство одежды она очень вредная и тратится огромное количество ресурсов вот так вот подумать сколько мы выбрасываем всего и просто сколько у нас людей на планете земля и сколько каждому человеку нужно одежды вот и все это потом оказывается в итоге на помойке в общем ужасающая какая-то картина получается поэтому все-таки надо по возможности как-то ее перерабатывать эту одежду давать ей второй шанс чтобы она не просто попадала на помойку а еще служила я считаю что вполне неплохой при этом не получился вот так вот он поближе выглядит довольно интересно вот это вот серенькая обработка это хлопок заказывала в одной ивановской компании лоскута не буду говорить что за компания очень известная на ю тубе много роликов за рекламу деньги мне никто не плачет поэтому я как бы не буду тут рекламировать особо более сейчас и не заведем извинтили цены поэтому вот так у меня просто обработан вниз такая обычная обработка вот вязаная моя кофточка ажурная которая сюда попала вот я ее полностью все сюда извела вот свитер кстати очень хорошего качества чистая шерсть но как-то выбросить его вообще рука не поднялась поэтому я его тоже сюда это мое любимое платье было серое вообще жалко было выбрасывать поэтому она сюда все полностью ушло целое платье и даже еще не хватило я бы сделала немножко подлиннее но вот этого серого платья вот там с розовыми уже такими ромбиками остатки пришлось сюда задействовать в общем то вот так вот ну кого я вдохновила ты тоже может попробовать я как бы мастер-классов никаких не снимаю по шитью потому что я вообще дилетант в этом вопросе просто посмотрела одно видео очень там понятно женщина объяснила как эти этими беечками обшивать трикотаж раньше мне вообще не получалось трикотаж обшивать и вообще работать с трикотажем и вот благодаря такому способу получилось довольно неплохо еще покажу одну работу которую я делала тоже очень долго наверное даже больше месяца это вот одеяло лоскутное это вообще мое самое первое лоскутное одеяло в жизни я никогда не шила лоскутных одеял но тут меня просто надразнили на ю тубе я уже давно смотрела как шьют такие именно одеяла это кстати одеяло шито в старинной русской техники лоскутного шитья так одеяло шили наши бабушки это она вот такое двухсторонние получается и там внутри уже синтепон но можно набивать не только синтепоном можно и пухом каким-то и перьями не знаю и вообще ватой вообще чем угодно какими-то мелкими остатками текстильными вот и сразу же простегиваются одновременно и только вот эти полосочки уже потом пришиваются друг другу то есть вот это такой квадратик получается как подушечка такая маленькая соединяется сначала в рядок эти подушечки а потом эти литки соединяются вообще-то в принципе она создается как бы вручную здесь у меня она наполовину что ты на машинке наполовину она у меня сшита руками вот соединяла эти полосочки я руками потому что на машинке очень сложно работать соединять вот эти квадратики но потом я уже посмотрела видео ну когда уже почти половину одеяла шила потом посмотрела видео там как это проще сделать но уже было поздно в общем следующий раз как говорится вообще самое первое кто меня вдохновил на пошив этого одеяла это была мадам плюшкина сожалению у нее канал сейчас почему-то не работает у нее не знаю то ли его украли то ли в общем заблокировали в общем какая-то грустная история но канал очень классные и она такая вообще умница так много вдохновила людей на работы вот она в общем-то меня и вдохновила на шитье вот здесь у меня использованы тоже вылазку ты который я заказывала в иваново также у меня здесь рубашка одна мужская ушла одна моя блузка ушла целиком в общем сюда тоже можно употребить любые ткани любые даже не одна блузка две блузки у меня сюда ушло любые ткани можно употребить и даже если эти ткани будут уже был то это еще даже лучше потому что новые ткани они могут преподнести сюрприз после стирки а такие ткани которые носились они уже как бы несколько раз уже подсели и им уже ничего не будет одеялка у меня получилось я им довольна еще сошью такой пододеяльник с дырочкой чтобы видно было то что здесь такая красота но я конечно не подбирала цвета никакие тут но в смысле не то что не подбиралась это я старалась как бы соблюдать гамму которую я выбрала изначально но вот именно что какой-то там узор создавать как бы я не планировала я просто на таком в хаотичном порядке мне вот именно что хотелось создать подобие такого старинного лоскутного одеяла по крайней мере я хочу его мне на даче она очень хорошо будет смотреться потому что у меня деревянный дом у меня там все в таком стиле у меня в прошлом году шито было чехол на машинку швейную вот именно я попробовал эту технику как раз и я думаю что будет отлично смотреться по крайней мере всем моим близким понравилось собака вообще оценила выгоняя ее с этого одеяла собака у меня оценила оба обе моей работы особенные понравился шестяной плед будет ну ладно что я уже долго слишком болтаю покажу еще свои работы ну еще три работки это у меня три вот такие текстильные коврика я готовлюсь как я уже сказала к дачному сезону все это у меня пригодится мне на даче там эти коврики уходит просто на ура и в баню и так просто на куда-то на скамейку постелить на качельку да просто можно позагорать и на кухне еще нужны такие коврики на даче это все из текстильных в общем из текстиля домашнего который уже никто не носит как вы уже поняли я его разрезала связала как обычно крючком а тут у меня такой код в этот раз кут у меня получился не такой толстенький а какой-то очень худой и удивленный с высшими глазами есть у меня там коврик который у меня в ванной комнате там такой шикарный толстый код в этот раз я как-то почему-то у меня получился тонкий ну вот видите как бы один коврик такой голубой гамме 2 фиолетовый третий такой охр коричневый в общем тоже старалась как-то подбирать оттенки ну вот все мне такое тут как сказать в этот раз утилитарное рукоделие но я считаю что ну как бы мне это очень интересно эта тема вообще всегда сюда ушло очень много вещей много футболок много маек всякие ну в общем то чтобы я просто выбросила но еще у меня будет долго долго служить эти коврики вообще очень долго на самом деле служат в отличие от тех которые продаются например леруа мерлен за 380 рублей они служат один сезон после первой стирки они просто разваливаются на ниточки и все ими можно потом и стопить печку в бане или разжечь мангал а эти коврики они стираются прекрасно и служат очень очень долго поэтому если кого-то я вдохновила то тоже можно себе вот такую красоту и простоту сделать сюда можно придумать любое что вы хотите расположить можно и орнаменты вырезал вырезать крючком жаккард очень все что угодно жаккард крючком у меня кстати есть на канале мастер-класс по коврику вот поэтому в этот раз у меня такое вот видео не знаю будет вам интересно или нет в общем я просто показываю вам то чем я занималась это время потому что меня очень долго не было не знаю потеряли вы меня нет если кто-то потерял то вот я показываюсь в общем то это все еще бы хотелось конечно поработать с кожей снова я еще все-таки горизонт этот не освоила поэтому и накупила себе курса кучу всяких тканей теперь что у меня будет дальше в общем всем спасибо за внимание творческих вам удач пока пока встретимся на моем канале я надеюсь еще с вами была елена и канал вижу с удовольствием